Как бы не хотелось некоторым людям верить в данные имперской, а после советской исторической науки о чуть ли не добровольном присоединении сибирских народов к России, они имеют мало общего с реальными фактами. В ходе присоединения Сибири преобладало все же не мирное и добровольное вхождение, а открытое завоевание, сопровождавшееся вооруженной борьбой русских с сибирскими, как их тогда называли, инородцами. При этом отчетливо видно, что степень сопротивления и ожесточенности аборигенов повышалась с запада на восток, обратно пропорционально уровню их социально-экономического развития. И наиболее бескомпромиссную борьбу с русскими, точнее московскими, вели как раз самые дикие племена – чукчи. Подчинение этих племен, растянувшиеся со второй половины XVII века до второй половины XVIII, представляет собой одну из самых трагических и кровавых страниц истории колонизации Сибири. Коряков и Тельменов в конечном счете удалось объясачить, обложить натуральным налогом и привести в покорность. Чукчи же подчинить так и не удалось. С чукчами русские познакомились еще в середине XVII века в низовьях рек Колыма и Анадырь. Первые же встречи ознаменовались вооруженными столкновениями, и в последующем отношения с чукчами были исключительно враждебными, поскольку они не только отказывались идти в подданство и платить ясак – налог, но и вели против русских активные боевые действия. К началу XVIII века численность чукчей составляла 8-9 тысяч человек. Занимаясь охотой, оленеводством и морским промыслом, чукчи не вышли из каменного века. Деревянные, каменные и костяные орудия только в XVIII веке у них стали заменяться железными, добытыми торговлей и грабежом у соседей инородцев или у русских. Судя по казачьим донесениям, чукчи в начале XVIII века со своего полуострова стали продвигаться к низовьям Колымы, рекам Анюй и Анадырь, вытесняя из этого района юкагиров и составив реальную конкуренцию русской власти. Стремясь в Америку и Японию, русские не могли оставить у себя в тылу непокоренные земли. Однако походы на Дальний Восток заканчивались полнейшим фиаско, несмотря на всю жестокость и превосходство в военно-техническом оснащении. Русские действовали исключительно методом подавления и устрашения. Отказ от принятия русского подданства неизбежно ввел к физическому уничтожению мужчин, пленению женщин и детей. Очень часто чукчи, оказавшись в безвыходном положении, целыми семьями кончали жизнь самоубийством, не желая подчиняться посланцам белого царя. Наиболее откровенную тактику войны продемонстрировал казачий сотник Шипицын, исполнявший обязанности командира Анадырского острога. Летом 1740 года он с отрядом в 80 казаков отправился для сбора ясака с речных чукчей. В урочище Чикаева русский отряд встретился с крупными силами чукчей. Не рискуя вступить с ними в открытый бой, Шипицын заманил в свой лагерь под предлогом мирных переговоров 12 чукотских тайенов, командиров, и перерезал их. После такого вероломства русские атаковали чукчей, которые, увидев гибель своих старшин, в панике разбежались. Эта военная хитрость Шипицына на долгие годы подорвала веру чукчей в мирные намерения русских. Любопытно заметить, что правительство не применяло никаких санкций к нарушителям своей миролюбивой политики. Постанавлялось на онных немирных чукчи военную оружейную рукою наступить, искоренить вовсе, а которые из них пойдут в подданство, он их, также жен их и детей, взять в плен и из их жилищ вывезть и впредь для безопасности распределить в якутском ведомстве по разным острогам и местам между живущих верноподданных. С 1744 по 1555 годы солдаты, казаки, ясачи, юкагары и коряки совершили десятки походов на Чукотский полуостров. Но все они провалились. Сами чукчи избрали тактику партизанской войны, избегая столкновений с крупными русскими отрядами. В итоге к середине 1750-х годов стала очевидной бесперспективность затянувшейся войны. Империя избрала путь к умиротворению непокорных чукчей. Местные власти доносили в Москву, что надлежит отныне с теми чукотскими и прочих разных и многих родов иноверцами-бунтовщиками при склонении онных в российское подданство к платежам ясаков не столько военную и оружейную рукою поступать, сколько ласою, благодеянием и добрым с ними обхождением. Сенат согласился с закрытием анадрской администрации, признав, что она бесполезна и народу тягостна. Тем самым вся предшествующая русская политика на Чукотке признавалась бессмысленной. Это не только свидетельствовало о прекращении боевых действий против чукчей, но и означало фактическое поражение России. Мощная в военном отношении держава не смогла сломить сопротивление маленького дикого народа. Отрицание военных методов не означало, однако, полного отказа российского правительства от подчинения Чукотке. Но цели уже пытались достигнуть исключительно мирным путем. В марте 1778 года, благодаря стараниям командира Гижигинской крепости капитана Тимофея Шмалева и сибирского дворянина, крещеного Чукчи Николая Давуркина, с главным чукотским тайеном Амулятом Хергинтовым был заключен договор о принятии чукчами русского подданства. Договор этот, однако, фактически не имел никакой силы. Даже в середине XIX века в своде законов Российской империи чукчи относились к народам не вполне покоренным, которые платят ясак количеством и качеством, какой сами пожелают. Известный этнограф и северовед Владимир Богорас, наблюдавший жизнь приморских чукчей в конце XIX века, отмечал, что они находятся вне всякой сферы русского влияния. В русском народном творчестве образ чукчей высмеивался. Этой народности предавался уничижительный характер. Чукчи приписываются черты неотесанного, примитивного, обделенного интеллектом человека. Что интересно, подобное отношение русских прослеживается и к другим народам, не желающим становиться частью империи и беспрекословно выполнять предписания власть имущих. Но гораздо показательнее и колоритнее образ русского в чукотских сказаниях. В них высмеивается алчность русских, их необъяснимое стремление овладеть как можно большим количеством пушнины. Большое внимание уделяется их торгашескому поведению, готовностью поменять на шкуру песца все, что угодно. При этом часто русские изымали пушнину, не оставляя ничего взамен. Они приходили в ярость, когда чукчи отказывались от такого неравноценного обмена. Жестокость русских занимает особое место, вплоть до того, что им приписываются элементы геноцида, то есть полного истребления чукчей. А наиболее характерной внешней особенностью русских в чукотской мифологии являются глаза. Это глаза замороженные, холодные, не совсем человеческие. Глаза жестокого, бездушного существа, которому нельзя доверять. И Москва, Третий Рим, некоторые из них секунды, это реальный тезис. Москва действительно Третий Рим. Эстафета действительно была передана. Это то, о чем мы забываем. Мы участвуем, не хочется передавать. А нам не надо передавать никуда. А если не будет союза с той другой Европы, то мы стоим? А, то есть, конечно, конечно. На Руси возродится авторитарная власть, национальная по своему настрою. Да мы же и есть Третий Рим, который, что характерно, на Волге. И отсюда наша полная историческая самодостаточность и национальное достоинство. Это первое. Второе отличие – это, конечно, огромное пространство. И постоянная нехватка капитала, нехватка денег, нехватка капитала приводила к необходимости более интенсивного использования методов принуждения. Это плохо с точки зрения Европы, прав и свобод человека. Но это так, просто в силу нашего географического положения, нашей огромности. Как преодолеть это принуждение – это другой вопрос. Сегодня у нас почти нет принуждения, потому что сегодня у нас очень много капитала. Финансовое состояние российского государства блестяще. Следующий вопрос – о чем развитие? В духовном отношении мы что хотим сделать? Как ни странно, впервые СМИ обратили внимание на особо теплые отношения между Владимиром Путиным и патриархом Кириллом не так давно, в 2012 году, когда во время встречи с главами конфессии патриарх в своем вступительном слове обратился к Путину. Огромную роль в исправлении кривизны нашей истории сыграли лично вы, Владимир Владимирович. Вы когда-то сказали, что трудитесь как раб на галерах. Стоили лишь только разницы, что у раба не было такой отдачи, а у вас очень высокая отдача. В том же году на территории Академии ФСБ началось строительство храма. Некоторые отмечали это событие как начало новых взаимоотношений между государством и РПЦ. Руководитель пресс-службы святейшего патриарха Диакон Александр Волков тогда отметил, для людей, обеспечивающих безопасность страны, безусловно, важна близость к храму, которую они смогли бы посещать тогда, когда им представляется необходимым. Строительство храма на территории Академии ФСБ символизирует собой тот поворот, который совершился в истории ведомства. Тогда же, в 2012 году, во время визита в Токио, патриарх презентовал свою книгу о пользе дзюдо и самбо под названием «И вечный бой». Книга была написана им в соавторстве с мастером единоборств Анатолием Хлопецким и переведена на японский язык. Об издании книги на русском языке информации нет. Известно, что президент России Владимир Путин также неравнодушен к этому виду борьбы и даже имеет чемпионский пояс. В начале 2013 года на встрече архиерейского собора РПЦ Владимир Путин призвал россиян уйти от примитивной трактовки понятия «светское государство». Русская православная церковь должна получить все возможности для полноценного служения в таких важнейших сферах, как поддержка семьи и материнства, воспитание и образование детей, молодежная политика, решение социальных проблем, которых у нас еще очень и очень много. И укрепление патриотического духа вооруженных сил России, заявил Владимир Путин. В подтверждение слов президента, летом 2013 года патриарх Кирилл посетил Новосибирский авиационный завод имени Чкалова, где ознакомился с последним этапом сборки фронтового бомбардировщика. Созидание этих прекрасных военных самолетов имеет прямое отношение к сбережению наших духовных национальных ценностей, отметил патриарх. Но уже в марте 2014 года патриарх Кирилл проигнорировал послание Владимира Путина о присоединении к России Крыма и не явился в Георгиевский зал Кремлевского дворца. В РПЦ не смогли дать по этому поводу никаких пояснений. Ранее СМИ сообщали о его заявлении относительно ситуации на Украине. Под угрозой существования Украины как единого государства. Украинский народ должен сам, без внешнего воздействия, определять свое будущее, говорил глава РПЦ. Это дало повод наблюдателям обсуждать, а так ли уж хороши отношения Путина и патриарха. В 2016 году патриарх снова высказывался положительно о действиях президента и даже называл войну в Сирии священной. В том же году патриарх по поручению Путина возглавил общество русской словесности. А к 70-летнему юбилею главы РПЦ президент подписал указ о награждении его орденом за заслуги перед Отечеством первой степени. Но в 2017 отношения между Путиным и патриархом снова обострились. Согласно сообщениям СМИ, администрацию президента не устраивала политика РПЦ, в том числе и по вопросу передачи церкви Исаакиевского собора в Петербурге. А осенью по интернету распространилось видео, в котором российский лидер по пути к автомобилю дважды оттолкнул от себя патриарха Кирилла. В 2018 году РПЦ пыталась отставить свои интересы на территории Украины при поддержке российского государства. Но эта битва ими была проиграна. Цельность русской истории, которая мощность сегодняшняя, которая может и инструменты, не знаю, даже какие-то идейные используют, и Византии, и Советского Союза, и Царской империи, и демократии. Это очень важное замечание, потому что иногда говорят, ну как вот сейчас права и свободы. И я всегда здесь говорил, права и свободы демократически завоеваны здесь, нами, в России. Это нам стоило огромную цену. И ни в коем случае нельзя от них отказываться. Огромная цена распада Советского Союза. Мы, так вот, значит, жертв войны отечественной, стараемся всех посчитать. А жертвы гражданских войн на территории Советского Союза, в связи с распадом Советского Союза, есть оценки от 300 тысяч погибших до 600 тысяч погибших. Понимаете, а сколько людей умерло в результате потери смысла жизни в 90-х годах? Это та цена, которая заплачена за права и свободу, наши нынешние. Ни в коем случае нельзя от них отказываться. Это не шуточки демократические. Это наша история, оплаченная фактически жизнями этих людей. И наше будущее. И наше будущее, конечно. Вы что, с ума сошли, что ли? Послушайте, это просто даже несерьёзный подход к делу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok